только что приехал на дачу на улице где-то плюс 1 плюс 2 наверное в общем ради интереса сейчас я вам тепловизором покажу какие потери тепла от двигателя то есть где нужно утеплять машину чтобы не промерзал мотор вот ну и так далее уж вы все поймете сейчас есть тепловизор такой портативный вот давайте глянем смотрите что происходит у нас ну колодки нагреты это понятно дальше у нас идет арки от двигателя внутри тоже нагреты а вот здесь вот интересно смотрите вот крыло давайте с той стороны сейчас обойдем так это у нас передняя часть машины давайте глянем что у нас происходит так вот передняя часть машины понятно что радиатор впереди так внизу у нас тоже есть теплые места потому что там понятно что и защита картера но там и дырка для масляного фильтра как раз вот здесь где внизу пятнышко такое красненькое для замены масляного фильтра вот против туманочка видно то что она нагрета естественно я ехал с ними вот нас больше интересует крылья сейчас давайте крылья посмотрим вот смотрите как интересно получается значит вот эта капелька где сейчас термометр 0 показывает это фара пластик вот дальше у нас идет крыло то есть это вот прогрев такой крыло от двигателя идет то есть в принципе здесь хорошо бы крыло утеплить то есть сразу наклеить сновья какой-нибудь шумку шумку она будет держать и тепло и собственно говоря шум ну и дальше идет что у нас тут щели капота идут сейчас вот и покажу вам щели капота вокруг фары вниз пошли так вот теплая точка на капоте там какой-то крепеж идет я уже не помню но там нет тепла теплозащита то есть шумки нету так что у нас а еще смотрите насколько катализатор насколько катализатор греет сейчас фокусировка настроиться так секундочку вот настроилась фокусировка смотрите видите под машины пятно сейчас я попробую вот так вот оно даже красная то есть это земля прогрелась от катализатора у меня на катализаторе значит сгнила рубашка то сейчас чисто катализатор просто сам вот без без всякой защиты такое с резкостью вот без всякой защиты поэтому и говорят что очень аккуратно нужно на машинах которые оборудованы катализатором там где-то останавливаться на сухой траве там на поле и так далее так шашку шашлык-машлык там все дела вот минус 10 показывает вранье просто прибор не калибровал я вот мне просто интересно цветовая гамма значит что у нас по задней части значит здесь у нас выхлопная труба находится глушитель ну естественно диски потому что машина была в движении по дверям по дверям теплопотерь нет потому что я их все оклеивал то есть видите да они прицеп синенькие холоденькие значит по бамперу есть небольшой прогрев но вот с этой стороны от глушителя прогрев так надо было включить наверное не видно может быть с той стороны сейчас посмотрим так здесь что у нас задняя часть выхлопная труба и по фонарям видите да идет тоже тепло из салона автомобиля почему идет тепло потому что там и есть отверстие вот через которые идет воздух из салона водка включена печка салоне создается избыточное давление и естественно немножечко через эти дырочки проходит тепло вот так вот фонари были тепленькие понятно да габариты и вот с этой стороны должно быть видно вот сейчас попробуем немножечко здесь стоят в бампере жабры вентиляции салона но к сожалению это видно только хороший мороз то что вот эта часть бампера сильно прогрета вот сейчас пытаюсь показать наверное не видно уже порядочно стемнело вот телефон уже не берет ну и здесь арка синяя то есть холодная холодная потому что как бы потому что она холодная вот с той стороны выхлопная труба прогрета здесь только вот суппорт прогрел немножко диск и так далее вот немножечко щель водительской двери немножко засвечивается ну и в общем то все вот моя тень видно это не тень даже видите это тепловой тепловое отражение то есть прибор настолько чувствительность что вот мой тепловое отражение видно ногу даже в общем как то так вообще хороший мороз хороший мороз можно прогреть автомобиль включив печку вот и посмотреть где есть не герметичность салона то есть сразу будет видно где выходил теплый воздух вот и там будет естественно световая палитра другая вот в общем вот так вот видно автомобиль через тепловизор который приехал буквально полчаса назад кстати всегда можно пройтись по парковке с тепловизором и увидеть какие автомобили примерно когда приехали вот а если есть доступ к сиденьям то есть можно посмотреть сиденье и будет понятно сколько человек было в салоне то есть вот видите да где фары там сверху щелочка между крылом и капотом ну все штатно все эти все эти зазоры штатный поэтому ничего такого нет ну вот собственно дом сейчас я попытаюсь показать так сейчас мы настроим вот так вот видите настроилась вот я вам сейчас покажу тепловизором что происходит тоже дом еще не прогрет дом не прогрет но все равно вот окна теплые уже опять проблемы с резкостью вот наконец-то вот окна теплые видно тепло в подвале ну и так далее в общем сейчас не о доме сейчас собственно разговор был о тепловизорной картинки автомобиля сейчас вот это отошел подальше кстати можно поменять цветовую палитру тоже это не лишнее смотрите как это уже сейчас разговор будет о тепловизоре вот меняем цветовую палитру вот такая очень хорошая не помню у каждой палитры есть свое название вот этот темный цвета это военные пользуются такими так вот этот палитра мне нравится вот тоже неплохая ну какими-то палитрами лучше смотреть электропроводку какими-то это радуга пол называется самая цветастая вот есть контрастная есть побежалости из цвета вот мне нравится вот этот цветная хотя допустим электрическую проводку не очень удобно смотреть на самом деле вот как как-то так все наверное спасибо